Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с предпринимателями республики на площадке предприятия ЭКРА. За круглым столом представители власти малого и среднего бизнеса открыто обсуждали накопившиеся проблемы. Что сейчас мешает развивать предпринимательство, отчего у бизнесменов все еще остается осадок. Обо всем по порядку моя коллега Ольга Григорьева. Надеялись на лучшее, но готовились к худшему, дает понять в начале деловой встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев. Собрали налогов в консолидированный бюджет республики на 8% больше, чем ожидали. Это в условиях, когда экономика подавала беспокойные сигналы. Хороший знак для власти, по ощущениям которой в республике создан благоприятный климат для малого и среднего бизнеса. В 2010 год, когда приступал, созданы были в определенной степени неравные условия для развития предпринимательского дела, для развития малого и среднего бизнеса. Были определенные компании, в основном они пришедшие со стороны, уводили миллиарды рублей, сотни миллионов рублей. Понятно, есть уголовные дела, но в конечном счете никакого возмещения материального ущерба не было. На сегодняшний день, в принципе, для всех предпринимателей и кто хочет начинать формировать или создавать свое дело, создаем или стараемся, стремимся создать равные условия. Однако, даже в благоприятной среде существуют неблагоприятные моменты, которые тормозят развитие бизнеса. А это значит, что отдача в бюджет на всякого рода социальные программы будет ниже. У предпринимателей трудности с возмещением НДС и большие надежды на смягчение кредитной политики. Кредиты по-прежнему дороги. Есть и другие злободневные вопросы. Членство России в ВТО изменило систему господдержки отечественной промышленности. И начиная с этого года, предоставление новых прямых субсидий экспортерам будет запрещено. В помощь бизнесу действуют самые разные формы государственной поддержки. Они хорошо известны собравшимся в зале. Ими охотно пользуются, к примеру, чтобы заменить устаревшее оборудование. С вводом нового удается поднять производительность труда и зарплату работникам. За круглым столом предприниматели рассказывают и о конкретных проблемах. Земля и здание в собственности, но по участку идет красная линия, говорит руководитель предприятия Анатолий Иванов. Ею администрацию городов и районов размечают существующие и планируемые границы территории общего пользования. А такие нельзя приватизировать. Выходит, здание нужно снести и перемести за красную линию. Они хотят строй. Они хотят вложить свои собственные заработанные деньги. Никакого криминала нет. У нас люди бывают, отмывают там, строят, узаканиваются, все. И все красота значит. Поэтому прошу оказать содействие по всем направлениям. Большинство бизнесменов на практике сталкиваются с проблемой продления договоров аренды земельных участков, а также с их оформлением в собственность. Прозвучавшие вопросы были взяты на карандаш. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.